Приветствую всех, кто смотрит YouTube-канал Политэксперт. Я Алена Зинченко и рада представить гостя своего сегодняшнего выпуска. Это Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин и ведущий канала Рашкин Репорт. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Алена. Большое спасибо за приглашение. Всегда рад и слава Украине. Героям слава, спасибо большое за ваше время, которое вы уделяете нашему каналу. И я же сразу хочу обратиться к нашим уважаемым подписчикам. Пожалуйста, поддерживайте наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Вы знаете, как это важно, как можно больше людей узнают правду. И тем более такая интересная аналитика, которую мы предоставим сейчас вам вместе с господином Юрием. Итак, вы знаете, конечно, Юрий, я не могу не начать наш с вами разговор с результатов саммита, который произошел в Бильнюсе во вторник, да, что получила Украина, что говорил мир, как и к чему готовится мир, глядя на то, как ведет себя Российская Федерация. Сейчас не дружественно, мы обязательно обсудим. И первая информация, которую я хочу предоставить вам для обсуждения, это то, что пишут аналитики Института изучения войны. Говорят о том, что саммит НАТО показал, как далеко Российскую Федерацию отбросили от цели ее вторжения в Украину. Напомню о том, что основная была цель не допущения увеличения границ Альянса, но тем не менее мы видим, что Финляндия в НАТО, и скоро Швеция тоже будет в НАТО, пишут аналитики. Ну и говорят, что судя по тому, что в российском информационном поле были сдержанные новости про саммит НАТО, Российская Федерация могла принять это поражение, отмечают аналитики Американского института изучения войны. Согласны ли вы с такой мыслью, и действительно ли уже четко, абсолютно Путин услышал, что весь мир, грубо говоря, стоит за Украину, за адекватность, за цивилизованный мир, так сказать? Как вы вообще видите и воспринимаете эту информацию? Нет, конечно. Я думаю, что до Владимира Путина нам с вами достучаться невозможно. Было бы хорошо, если бы он смотрел, скажем, Ютуб, и иногда находил какие-нибудь интересные каналы, как ваш или мой, и мог смотреть, получать какую-то правдивую информацию. Но мы знаем, это не так, как он работает. Он получает свою правдивую информацию из папочек, которые ему приносят, которые, как мы уже понимаем, что со временем все не согласны, и системы исключены. То есть он получает просто розовую информацию через розовые очки, и все это пожирает. А если ему не нравится, то он может как бы переменить канал на своем русском телевизоре и смотреть еще больше 60 минут, или что ему там нравится. Поэтому вся эта система как бы заточена в России под одного человека, и в этом смысле Россия есть Путин, и Путин и есть Россия. Потому что он как бы, ну, все то, что мы видим от российских пропагандистов и телевизора, это проецирование точки зрения, насколько они ее могут себе представить Владимира Путина, который этот же продукт и смотрит, и потребляет. То есть это просто круговорот канализации, который ни к чему хорошему не приводит. Поэтому до него достучаться, скорее всего, невозможно. Но все-таки результаты саммита, мне кажется, очень зависят от того, кого вы спрашиваете. Потому что я с удивлением обнаружил такую очень противоречивую реакцию на саммит из Украины. Потому что хотелось бы, чтобы Украину приняли в НАТО вчера. Поэтому говорить о том, что она еще не в НАТО, а может скоро быть, ну, так это в Украине слышали давно, не первый раз. Поэтому говорить здесь, что, ах, вы же сказали что-то новое, ну, теперь мы вам верим. Я могу понять украинцев, которые сомневаются в заверениях Запада. Но с точки зрения Запада Украина получила все, что могла, и говорили о том, что получит еще больше. Поэтому мне кажется, что если это рассматривать, как, так сказать, с точки зрения, где я нахожусь в Соединенных Штатах Америки, это был невероятно успешный саммит для украинской дипломатии. Особенно если, например, сравнивать ее с Турцией, которая, с моей точки зрения, проиграла, потому что Эрдоган хотел устроить вот видя людей большой горе, решил поторговаться. Не хотел, так сказать, отдавать, чтобы Швеция вступала в НАТО. Брыкался, брыкался. Что произошло? У него лидер республиканцев Митч Макконнелл забрал самолеты. Теперь как бы вообще Украина могла получить самолеты до Турции? Да как же такое может быть? И Эрдоган договорился на то, что и так было. Теперь он впускает Швецию и получает самолеты, которые должен был получить. Так что, опять же, самолеты могут играть замечательную, важную роль не только на поле боя, но и для того, чтобы, так сказать, впустить страны в организацию. Но это говорит о том, как тяжело и непросто будет вступить в организацию другим странам, особенно Украине. Потому что если такую, казалось бы, Швецию, которая ни с кем не воюет, Финляндия, которая ни с кем не воюет, год, больше года занимает, чтобы попасть в члены НАТО, в членство НАТО, то сколько может занять времени у Украины? И с точки зрения Запада, если Украина сейчас вступает в организацию, то, с одной стороны, во-первых, это означает, что НАТО будет втянуто в войну в Россию, потому что так мы понимаем наши обязательства по этому договору. И, соответственно, если это война с Россией, то, с точки зрения Запада, это, скорее всего, будет очень легко, может перерасти в ядерный конфликт. Мы этого не хотим, этого не будет происходить. Но заодно есть другие статьи договора, которые, например, говорят о том, что Украина должна будет практически признать территории, которые она не получит на момент вступления в НАТО, как не ее. То есть как бы Западная Германия вступила в НАТО без Восточной Германии и нормально продержалась в НАТО, пока не воссоединилась с Восточной стороной. Так что в этом смысле от Украины могут потребовать, чтобы то, что она отвоевала обратно, это все то, что она себе оставила, а если она не получила чего-то и вступила в НАТО, то с этим придется на данный момент распрощаться. Я не уверен, что это нужно Украине. Поэтому сейчас, так сказать, разные взгляды на этот саммит и как он прошел. Но мне кажется, с точки зрения Запада, он был очень хорошим для Украины. И Украина стоит сейчас на финишной прямой, где ее должны принять. При этом даже без, как он там по буквам называется, плана действий, membership action plan, карты, мэп, которая должна объяснить и показать, что требуется от Украины. Я даже не уверен, что это хорошо. Потому что отказываться от плана действий, который может на самом деле, каким-то образом помочь Украине начать искоренять коррупцию и отказаться от этого, мне кажется, слегка подброс коррупционерам. Что мы даже не будем требовать, что вы что-то там... Ну, как мы скажем что-то, выразим озабоченность. Но я не уверен, насколько от Украины теперь будут требовать. Но в конце концов, это решение людей внутри Украины. Чтобы была борьба с коррупцией, которая демонстрировала какие-то результаты. Потому что, в конце концов, коррупция — это плохо, а война — это еще хуже. Так же, как, так сказать, то, что Владимир Путин никогда так и не понял, что Украина может быть недовольна своими коррупционерами, но это не означает, что она будет приветствовать Владимира Путина. И так же и НАТО может быть недовольна коррупционерами, но Украина важней и сдержает Владимира Путина важней. И это меня озабочивает, озаботит. Так что я надеюсь, что тут мы все-таки увидим какие-то результаты и требования со стороны Запада, а не просто, как сказать, признание того, что Владимир Путин — это угроза номер один. Понятно. А с другой стороны, после него тоже надо как-то жить. Поэтому все-таки развитие демократического общества, в котором борются с коррупцией эффективно, это все-таки очень важная часть для Запада. Но на данный момент Владимир Путин важнее. И увеличение, то, что вы упомянули, размеров НАТО тоже интересно, потому что Владимир Путин так хотел, чтобы ограничить НАТО. Но что он получил? Он получил сотни километров границы с Финляндией. Теперь поздравляю вас, вы окружены. Говорит это о чем? О том, что все его заявления по поводу НАТО всегда были полной бессмыслицей, которая ничего не имела отношений, кроме как ему хочется еще больше территории. И ему хочется больше территории, начиная с Украины. Поэтому единственное, что его бы волновало, это если бы Украина вступила в НАТО, и тут мы не знаем, как бы он на это вообще отреагировал, но учитывая, что тут непонимание того, когда это произойдет, предсказывать, как Владимир Путин отреагирует, ну, будем надеяться, что он по сторонице отойдет в сторону, как он сейчас это делает. Но вступление Швеции, Москву, видимо, не колышет. Они всегда, наверное, считали ее частью Запада. То же самое с Финляндией. Это они пока что, видимо, признают, что это еще не то, на что они претендуют. А Украина это то, на что они претендуют. Поэтому если Украина не получила членство в НАТО сегодня, то сегодня это победа для России. Я думаю, что это Россия, поэтому так важно было, что президент Байден сказал, что Россия все равно проиграла, что это уже было понятно, и мы просто наблюдаем развал. Абсолютно. Ну, безусловно, безусловно, Украина получила домашнее задание в виде борьбы с коррупцией, с реорганизацией госинституции. Это все очень важно. И вы видели, какой эмоциональный был наш президент Владимир Зеленский. Да, до начала саммита, скажем так, когда критиковал позицию членов Альянса по поводу неготовности вступления Украины в НАТО. Но и, тем не менее, еще очень важный месседж нашего президента, я его зацитирую сейчас, мы никогда не обменяем никакой статус на территории, даже если это будет какое-то село с одним дедом. Так президент прокомментировал информацию СМИ о том, что Байден и Шольц будут давить на Украину с целью начать переговоры. Я действительно хочу поднять этот важный вопрос, потому как неоднократно я слышу от множества разных независимых экспертов о том, что чем дальше, тем более западные страны, наши партнеры будут давить на то, что нужно разговаривать, нужно договариваться. Война не может длиться вечно. Поддержка тоже не бесконечна, потому как сейчас мы уже видим задержки по вооружению, по финансам пока еще нет. Слава богу, кстати, нормально. Дальнобойные ракеты и так далее. Как вы это прокомментируете и как вы считаете, действительно, чем далее, тем более мы будем слышать позицию западных политиков. Я сейчас не говорю про российское лобби по всему миру. Оно, безусловно, присутствует даже в Америке. Но, тем не менее, дальше тенденция будет какова? Тенденция будет такова, что, во-первых, мы будем смотреть, что происходит на поле боя. Потому что контрнаступление сейчас – это главная составляющая, которая определит, где мы будем находиться, в каком мире мы будем после этого жить еще достаточное количество времени. Во-первых, если исходить из того, что я сказал только что, когда президент Зеленский заявляет, что мы не отдадим ни одной деревне, то это означает, что он не собирается вступать в НАТО, потому что он не… Тогда ему придется отказаться от этой деревни. И если он не готов это сделать, я понимаю украинцев, но, значит, сейчас не время вступать в НАТО, значит, Украина не готова, как сказал президент Байден. С другой стороны, ситуация с помощью вообще обстоит как-то очень интересно, потому что, с одной стороны, президент Зеленский сказал 47 раз спасибо, так что вроде бы выражают благодарность, а ему говорят, что он неблагодарный. Как же так может быть? А мне кажется, что когда за каждым спасибо следует, какие вы, так сказать, я не знаю, отрицательные редиски, потому что не помогаете еще больше, потому что не делаете все, что можете, то в этот момент как бы все эти упоминания благодарности забываются. Потому что что идет в конце? В конце идет, вы не даете достаточно, у вас есть, а ну-ка поделитесь, мы за вас всех сражаемся, если вы не будете этого делать, то вам же будет хуже. Это было спасибо. Поэтому это как бы такие несовпадающие вещи, поэтому интересно в том смысле, что мы все будем жить в этой лаборатории, но очень интересно наблюдать, как Запад по-разному реагирует, потому что, в принципе, риторика президента Зеленского, которая направлена, мне кажется, на то, чтобы пристыдить Запад, не работает с обществом, которое, во-первых, не так понимает определение греха. Поэтому тут такое несовпадение коммуникации, риторики, культур и всего на свете, что я просто скажу, что благодарность – это прекрасно, это замечательно, и мы благодарны украинцам за то, что украинцы воюют с этим злом, с этой империей зла и встали на передовую. Соседи не выбирают, но, тем не менее, украинцы понимают, что если Украина перестает сражаться, то не война заканчивается, а Украина заканчивается. Мы это понимаем, мы благодарны украинцам, мы помогаем украинцам всем, чем можем и не можем, потому что кластерные бомбы, например, которые сейчас уже, насколько я понимаю, в Украине были переданы, потому что у нас не хватает другого, других снарядов, которые можно передать Украине на данный момент, и нам приходится даже вот это оружие, которое запрещено законами войны, так сказать, и конвенциями, хоть, правда, мы ни Украины не подписывали, но, тем не менее, считается, так сказать, консенсус, что это ужасное оружие, которое, понимаете, оно еще к тому же непонятно, когда оно взрывается, потому что эти гранаты, взрывные устройства, которые находятся внутри, этот кластер, который разлетается, эксперимент на них был проведен, тестирование в пустыне, в Аризоне, где все очень твердое, а если это будет стрелять по местам, где есть деревья, где есть листья, то те проценты, которые говорят в наших испытаниях, они не взорвались, могут быть намного выше, потому что это будет не в пустыне, а где-то, где будет мягче, просто поверхность, и это говорит о том, что мы, в общем-то, переступаем много собственных красных линий, потому что, если бы полтора года назад кто-то сказал президенту Байдену, что он будет разрешать передавать кластерные бомбы Украине, но это просто не мир, который можно было представить полтора года назад, мы-то думали, что будет третья мировая война, которая будет ядерной, которая будет очень быстрой, которая начнется и закончится, а те, кто останутся в живых, будут как бы разбираться дальше, и мы переходим в голливудский фильм «Я не знаю, я легенда». А вместо этого мы получили войну, которая больше напоминает Первую мировую войну, в которой идет тяжелое сражение, в которой мы, на самом деле, не особенно готовы были воевать, потому что мы, как Соединенные Штаты, привыкли шокировать и приводить в ужас. Мы как бы налетаем, сносим, и после этого опять перемещаемся в голливудский фильм. Ну, я не знаю, максимум партизаны бы остаются. Поэтому то, что нужно воевать снарядами, стрелять бесперерывно, это все идет, это называется война на истощении, и это на истощение экономическое, это на истощение политическое, есть разные формы истощения, избиратели могут истощить свое терпение, и тут очень важно, что истории об Украине продолжают проходить в наше информационное пространство. Каждый раз, когда Владимир Путин наносит очередной террористический удар по Украине, это помогает донести важность до американцев, до всего западного мира, насколько борьба Украины важна для нас всех, и насколько это несправедливое сражение. Поэтому тут как бы Путин все время бьет и по себе. Но насколько будет давление к переговорам, давление к переговорам будет, потому что, в конце концов, конечно, нужно заканчивать войну, но эта война закончится тогда, когда Украина будет к этому готова. Потому что если украинцы не примут договор, который подпишет ваш президент с другими странами, мы видим, как украинцы реагируют на это. Называется Майдан, правильно? Люди выходят и протестуют. Поэтому нужно слушать своего избирателя, нужно прислушиваться и делать то, что люди хотят. На данный момент, из того, что я вижу и слышу, Украина не готова к переговорам. И Владимир Путин не готов к переговорам. А кто готов к переговорам? Запад. В каком смысле? Потому что у нас, так сказать, то все то, что я объяснил. Поэтому как бы есть несколько участвующих в этом спектакле мировом. И есть Китай, есть Россия, есть Украина. Масса участников. И мы видим, например, что когда у России, что они теряют союзников, то они находят новых. Они едут в Иран и получают оттуда дроны, и дальше продолжают воевать. Поэтому нужно, чтобы Россия была готова к этому. А, к сожалению, для всех участвующих народонаселения России, эта война не закончится победой Украины. Эта война закончится полным поражением России. Потому что Владимир Путин будет воевать до тех пор, пока он не будет считать, что он выиграл. А он считает, что он выиграл, и когда Украина сдастся. То есть Владимир Путин будет воевать, с его точки зрения, видимо, бесконечно. Соответственно, нужно, чтобы Россия проиграла в этой войне, и просто победы Украины будет недостаточно. Какие переговоры? Очень сложно объяснить, Юрий, людям, у которых в каждой семье есть то ли тот, кто воюет на войне, то ли тот, кто погиб уже на войне, то ли кого убила ракета и так далее. Очень сложно людям объяснить, как говорить с тем, кто не согласен на мирный план. Да, и поэтому мы все это помним и понимаем, и понимаем, что украинцы сейчас находятся не только в физической опасности, но это большая эмоциональная травма, которую нужно учитывать. И поэтому мы все и благодарны, и учитываем это Украине, и понимаем. Но, тем не менее, нам нужно дальше жить и сотрудничать. И нужно как-то, понимаете, для этого не каждого человека требуется это. Это все-таки один человек, его администрация, который представляет Украину как государство, которым, мне кажется, нужно просто следить за их риторикой, чтобы она была эффективна для Украины. Абсолютно, абсолютно. И вы знаете, да, действительно мир поменялся уже, несмотря на то, что мы, я надеюсь, будем наблюдать все-таки поддержку, мощную поддержку Украины, потому как действительно Джо Байден сказал, что Россия уже проиграла, потому что мы не прекратим поддерживать Украину. И, в принципе, и Россия тоже не вечные резервы имеет точно так же и запасы. Но, тем не менее, мы видим, что в НАТО уже составили план на случай войны с Россией. Надо это, наверное, было сделать, потому как понимают все угрозы. Ну и СНН пишет о том, что США отправят в Европу до трех тысяч сил резерва. Сообщается, что Джо Байден дал соответствующее разрешение Пентагону. Действительно, мы также слышали информацию о том, что у нас будут разворачиваться мощные военно-промышленные комплексы по производству и ракет, и техники по территории Европы. Часть из них действительно будет направляться дальше в Украину. Часть на защиту Европы станут, я так понимаю. Действительно, как вы видите, насколько поменялся и военизировался этот мир? Потому как, да, у нас есть мощные игроки. Это США, это Китай, Российская Федерация, точно так же ядерное государство. Но, тем не менее, что поменялось, на ваш взгляд? Несколько вещей. Во-первых, нужно показать союзникам, что мы серьезны, что мы, Соединенные Штаты, не просто выражаем озабоченность или подписываем большие чеки, что очень-очень важно, но что мы действительно готовы, вот это boots on the ground, что сапоги на земле действительно будут присутствовать, и что мы действительно собираемся защищать каждый инч, дюйм территории НАТО. В этом смысле 3000 американских военнослужащих играют очень важную роль в смысле посыла, который это дает. Хотя, с другой стороны, есть теперь как бы казус Пригожина, который говорит о том, что не обязательно иметь большую армию для того, чтобы Москва была в ужасе и начала перекапывать все дороги. Возможно, 3000 американских пехотинцев достаточно для того, чтобы взять Москву. Это, я думаю, в Москве нужно об этом очень подумать, потому что, знаете, особенно могут прорыть под землей. Это вот, знаете, американцы такие туннели прокопают прямо под Путина и выйдут прямо в его бомбоубежище. Поэтому ему нужно замуровываться как можно быстрее. Так что, понимаете, есть медицинские составляющие, психиатрические, потому что всегда можно придумать какую-то конспирологию. А можно посмотреть на это с точки зрения Соединенных Штатов и союзников. Так что просто зависит от того, какая точка зрения вам здесь нравится. Но мне кажется, что это серьезный шаг, учитывая, что у нас был президент, который до этого, до Байдена, который, наоборот, пытался свернуть американское присутствие в Европе, так же, как он, в общем-то, заставил нас сбежать из Афганистана. Это очень четко тоже понятно и услышано и увидено в Кремле, где, конечно, этому аплодировали. Поэтому сейчас мы видим постепенное наращивание. Посмотрите, например, на американский федеральный резерв, который поднимает ставку не сразу на 5%, а по четвертиночке, по половиночке. И вот сейчас еще трех тысяч солдат послали. А там посмотрим, может быть, завтра еще две тысячи пошлем. И насчет готовности Европы. Это очень важно, потому что еще в 2014 году было принято решение, что нужно тратить 2% ВВП для того, чтобы, значит, тратить на оборонку. Об этом очень любил вспоминать, опять же, наш бывший президент здесь в Соединенных Штатах, что, мол, они не тратятся, а мы за них так вложились, они думают, что мы им придем на помощь, а мы не будем воевать за какую-то Монтенегро. На данный момент, тем не менее, уже после почти полутора лет активного вторжения мы видим, что только 11 из 31 страны НАТО действительно вкладывает эти 2%. Но я думаю, что сейчас, опять же, Владимир Путин доказывает, что нужно вкладывать в оборонку больше и больше. Поэтому, опять же, это просто как бы еще одна такая ступень по этой лестнице, военизирование общества. Это очень печально, вы знаете, потому что в Соединенных Штатах нам-то, казалось бы, что мы тут нервничаем? У нас такие океаны. Кто до нас доберется? Или у нас такие замечательные соседи? Кто на нас будет нападать? Что, Канада нападет? Или Мексика? Ну, видимо, только через нелегальную иммиграцию, как у нас любят здесь очень бояться. О, сейчас Мексика нас просто захватит. Нет, это не Россия. Это у нас свои, называется, вам бы наши проблемы. Но, тем не менее, мы живем на одной планете с Путиным. И если он решит разбомбить ядерные свои бомбы, не работающие, не взлетящие, но все равно загрязняющие территорию даже самой России, это тоже нам будет вредить, потому что мы на одной планете с ним. Мы застряли. И тут уж соседи по планете тоже не выбирают. Так же, как Украине не повезло, мы все оказались на одной планете с Россией. Одни ближе, другие дальше. Знаете, когда я покинул Европу, Россию со своими родителями, меня вывезли ребенком в 88-м году, и мы оказались в Вене, и я говорю, мама, зачем куда-то дальше ехать? Уже так прекрасно. Смотри, Вена, Австрия. Мама говорит, нет, советские танки здесь могут быть за несколько часов. Поэтому, да, в этом смысле, Соединенные Штаты, конечно, мы находимся в определенной безопасности географической, и плюс мы так далеко от Украины. Но в этой ситуации нам нужно тратить деньги, в принципе, на образование, на медицинские нужды нашего населения. Но сейчас, благодаря кремлевским действиям этой хунты, произошла переоценка, и Владимир Путин поднимает наш военно-промышленный комплекс с колен. Потому что теперь нам нужно производить намного больше снарядов, чем мы производили. И нам нужно намного больше тратить. И военный бюджет только растет. И мы только аплодируем. Потому что, конечно, есть люди в нашем обществе, которые против этого маргинала. Их меньше у демократов, их больше, намного больше у республиканцев. Но пока что в Соединенных Штатах существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Это означает, что мы будем продолжать тратить деньги и помогать Украине. И Европа со своей стороны видит близость России, дышащей ей в затылок. И очень активизировалась по этому поводу. Да, действительно. А вот аплодируют ли избиратели потенциально Джо Байдена ему за его риторику в поддержку Украины, в поддержку контрнаступления, поскольку мы знаем, что наносил американские выборы. И сейчас полностью погружен точно так же Джо Байден в этот процесс. И вся риторика его тоже должна просматриваться сквозь эту призму. Но как вы сейчас охарактеризуете все эти процессы? Насколько американцы поддерживают Джо Байдена, его поддержку Украины и так далее? И вы знаете, я, конечно, спрашиваю иногда американистов о том, все-таки на чьем поле более играет избиратель. Все-таки Трампа или все-таки Байдена? Кто-то говорит 50 на 50. Непонятно, как это сыграет. Кто-то говорит, да понятно. Байден, он адекватный. Есть куча нюансов с Афганистаном, тем же и так далее, которые играют ему в плюс. Вы как скажете? Ваша характеристика того, что происходит? Я скажу, что наше американское общество очень разделено. Иногда говорят поляризировано. Но смысл такой, что когда что-то делает демократ, то автоматически демократы будут искать способы оправдания действий этого человека. Вначале, как бы, но он наш. А потом будем разбираться все-таки, что он сделал. И вот эта вот первая реакция о том, что он наш, а вторая реакция, что он сделал, у демократов на самом деле еще не так сильна, как у республиканцев. Демократы были готовы надавить на сенатора из Миннесоты, Алла Франкина, чтобы он ушел из сената, несмотря на то, что он демократ. И вроде бы, так сказать, наш человек. Но была бы ужасная фотография, где он вроде бы делал шутку о том, что он сейчас дотронется до женщины, которая спящая. Тогда все над этим смеялись. Но со временем шутка как бы прошла. И его, значит, сказали, знаете, мы не будем вас поддерживать. Ему пришлось удалиться. Сейчас у него, так сказать, жизнь продолжается и так далее. Но у республиканцев такие заявления просто, наоборот, они идут вслед за Трампом, который показал, что нужно только удваивать ставку в каждой ситуации. Если тебе говорят, а ты лапал женщину, он говорит, а я знаменитый, вы бы сами лапали, если бы у вас была такая возможность. То есть он просто удваивает свои, увеличивает, и еще дальше идет. Так что такого человека затянуть обратно невозможно. И он аккуратно разорвал страну на две половинки. Как сказал еще президент Никсон, что мне все равно, если страна разорвана на две половинки, главное, чтобы моя половина была больше. И вот тут мы доходим до выборов. И что происходит на выборах? Мы видим, что есть президент, который поддерживает Украину, несмотря на то, что говорят опросы населения. А опросы населения постепенно следуют за президентом. Это достаточно интересно для политика. Потому что мы привыкли, что политик бежит за населением. Население заявляет, нам это не нравится. И президент говорит, срочно все, сейчас изменим. И пытается это что-то сделать. Мы это видим, что Байден делает для американцев с точки зрения цен на бензин или инфляции. То есть его волнует внутренняя политика. И тут он вроде бы прислушивается. Но когда дело доходит до внешней политики, то тут у него абсолютно, видимо, 50 лет опыта. Я не знаю, откуда у него такое ощущение, что он знает, что нужно делать. Но он абсолютно ведет за собой сейчас весь мир, который за ним как бы бежит и еще пытается, так сказать, он, но с другой стороны, недостаточно далеко для Зеленского. Не будем забывать. Так что избиратели Байдена проголосуют за Байдена, а избиратели Трампа проголосуют за Трампа. Ага. А у кого больше? У Байдена больше. Все понятно? Все понятно. Но должны быть выборы. Есть суд. Сейчас уже обсуждается, можно ли Трампа охранять, если он будет в тюрьме. Можно, оказывается. Уже обсуждается бывший генеральный прокурор, сейчас не могу вспомнить, при Обаме, сказал, что вполне можно даже одного-двух секретных служб приставить к нему в тюрьме. Ну, тюрьма может быть, так сказать, минимальная. Но, тем не менее, он вполне может сидеть в тюрьме без проблем и находиться под охраной секретных служб. Так что даже эту проблему можно решить в Соединенных Штатах. У Трампа свои оголтелые, там, я не знаю, 25-30% электората. И он сейчас ему очень помогает в избирательной гонке. То, что так много других республиканцев вступило в игру, в избирательную кампанию. А главный его конкурент оказался дебилом. Поэтому Трамп сейчас просто заправляет, погоняет и решает, что будет вообще с дебатами. Придет ли он на дебаты, не придет ли он, зачем не приходить. У меня больше 50% поддержки, а у них 1-2%. Кому это помогает? Это им помогает быть на сцене со мной. Поэтому Трамп сейчас заправляет большинство. И проблема такая, что республиканская партия здесь очень разделена. Есть республиканцы, которые говорят, что они никогда не поддержат Трампа. Ну, например, они даже не проголосуют. А неважно, если они проголосуют за Байдена. Пусть хотя бы не голосуют. Это уже помогает. А есть те, которые скажут, что если Трамп представляет нашу партию, то я за ним, потому что я республиканец. И вот мы возвращаемся к этому фактору лояльности. Когда люди готовы последовать за своим чертом в ад, лишь бы не пойти за человеком из другой команды. Это проблема, которую нам нужно решать. И, как вы слышите, я не особенно говорю здесь про Украину. Почему? Потому что Украина и вообще внешняя политика не играет исторически решающей роли на выборах в Соединенных Штатах. И моя точка зрения, что победа в Украине, победа Украины, поражение России, не даст Байдену тех плюсов, которые ему даст его экономика, которая даст инфляция, которая ему даст то, как американцы думают о своей жизни, о своей ситуации, в тот момент, когда они будут голосовать в октябре-ноябре следующего года. Поэтому мы просто еще очень далеко от этого момента. И сейчас говорит, что Байден делает все, потому что он думает о перевыборах вообще. А республиканцы, да, у них ситуация, у них праймарис, им нужно выиграть, уже у них выборы начинаются намного быстрее. Когда нужно доказать членам своей партии, что ты, значит, что за тебя, что ты должен представлять партию на выборах в ноябре. А у демократов все решено, у них президент. Да, конечно, есть масса желающих, способных демократов, которые могли бы избираться, но у нас президент. Когда у вас уже действующий политик, то от своей партии на его место ни один приличный, резонный человек не будет избираться. Поэтому мы смотрим, что сейчас у Байдена один противник. Это безумный сын сенатора Кеннеди, генерального прокурора Кеннеди, брата Джона Кеннеди, Роберта, который рассказывает такие конспирологические, вообще запускает такие утки, что Байден просто не может мечтать, мне кажется, о лучшем сопернике, потому что по сравнению с ним Байден опять выходит самым разумным, самым умным, самым здравомыслящим человеком, если они вообще встретятся на сцене. И я сомневаюсь, что Байден встретится со своим оппонентом на сцене. Уж ему-то точно от этого ничего не выиграть. Поэтому я думаю, что у демократов, скорее всего, не будет никаких дебатов, а у республиканцев будут, и, скорее всего, будет драма в том, появится ли Трамп или нет. Но из-за того, что республиканская партия сама оказалась разорвана на две части, это дает большую надежду, что демократы смогут выиграть, и тогда поддержка Украины будет продолжаться так же, как сейчас, или, может быть, даже больше. Надеяться на то, что выиграет Трамп и поддержка Украины каким-либо образом улучшится, ну, это глупо. Это вот розовые пони, самому себе врать, я не знаю, как хотите, так и называйте. Есть небольшой риск того, что может появиться третья партия, и тут это может навредить Байдену. Ну, сейчас будем смотреть, какой политик решит избираться от этой третьей партии, что произойдет. В принципе, обычно третья партия берет поровну от обеих партий, поэтому не всегда даже решающая, но посмотрим. Так что политика у нас живая, нужно продолжать голосовать. Это интересно, в этом нужно участвовать. Я всегда говорю, что люди, которые избираются, которые живут в Соединенных Штатах, и вообще на Западе, когда мы становимся гражданами, ну, нужно участвовать в этой жизни, это замечательно. В России этого делать нельзя, это опасно для жизни, это безумно, это глупо. А в Украине, а в России, в Соединенных Штатах, пожалуйста. Так что, друзья, я вот участвую в политике, как избирательный депутат окружного собрания, и у нас своя драма, и у нас свои трамписты, и мы можем по этому поводу что-то сделать и что-то сказать. Это так прекрасно. Спасибо вам большое, Юрий, за интересную аналитику. Правда, было интересно, приятно пообщаться. Юрий Рашкин, напомню, был со мной на прямой связи в нашем эфире. Друзья, я напомню, пожалуйста, подписывайтесь на канал Рашкин Репорт, там очень много интересной аналитики, сами могли убедиться в этом. Ну, и также не забывайте поддерживать наш канал, ставьте лайки, комментируйте, соглашайтесь или не соглашайтесь, это очень важно. Ну, и берегите себя и Украину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok